После уверенного снижения заболеваемости COVID-19 эпидемические показатели в Европе снова ухудшаются. Это связывается с распространением так называемого индийского штамма – дельта-варианта коронавируса. В России количество активных случаев с июня увеличилось на 40 процентов, по официальным данным, почти до 375 тысяч. Практически у всех дельта-вариант коронавируса. Похожая картина со штаммами в Великобритании, где сейчас болеют около 100 тысяч человек. Распространение новых разновидностей инфекций уже становится основанием для новых ограничений. Так Германия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Португалии. Еврокомиссия призывает согласовывать такие решения. Важно, чтобы о любых чрезвычайных мерах как можно скорее информировали Еврокомиссию и другие страны Союза. Государства-члены ЕС должны следовать согласованным рекомендациям о введении таких жестких ограничений, как карантин, без запрета на путешествия. Решения Германии, кажется, не вполне согласуются с этим. Свою роль играет чемпионат Европы по футболу. В Финляндии под угрозой срыва оказался план отмены санитарных ограничений и связывают это в том числе с болельщиками. По данным Минздрава, по меньшей мере 300 финнов возразились коронавирусом во время поездок на матчи Евро, в частности в Петербург.